Всех приветствую на своем канале! Сегодня я вернулась к вопросу, как правильно и хорошо рассчитать петельки на кофточку-дуфель. На примере кофточки для девочки я вам сегодня хочу показать, как я рассчитываю обычным способом петельки. Для этого вам понадобится сантиметр спицы, которыми вы будете вязать и, конечно же, ниточка, которой вы будете вязать. Итак, берете ребеночка и начинаете измерять его. Я сейчас набросала такое минимальное, так сказать, количество, приблизительное количество петель, так скажу, которые соответствуют плотности вязания по моему примеру вот этой кофточки. Я вязала ее спицами 3,5 миллиметра. В моточке у меня 280 метров в 100 граммах, учитывая то, что у меня 70 процентов акрила и 30 процентов шерсти. Если будет ниточка более шерстяная, то, соответственно, будет ниточка легче и метраж у нее будет длиннее. Так, на примере Superlana Classic, вот, которая связана у меня кофточка в ней, 280 метров в 100 граммах. На примере Lana Gold Fine, то есть, казалось бы, 390 метров в 100 граммах там, но ниточка соответствует плотности вязания. У меня 22 петли и провязала я 48 рядов. У меня сантиметр 10 на 10, так сказать, провязано. Я набирала на 12 месяцев, так сказать, годик ребенку, полтора. Я набирала на спинку 67 петелек, на полочку 48, на карманчик 18 петелек, на рукавчик 35. Высота капюшона у меня 24 и дополнительные петли, которые я набирала для капюшончика 44. Здесь различные есть размерчики, так сказать, вот я вам написала, так сказать, от нуля до трех месяцев, от трех до шести, от шести до девяти и от девяти до двенадцати. Даже там я бы сказала, от двенадцати я написала с половиной, но на самом деле от двенадцати до полтора года, в общем, в соответствии петелечек по моей плотности вязания. Для того, чтобы вам рассчитать петельки на, так сказать, 12 лет, 12 месяцев и полтора годика, то вы приступите вот так вот. Смотрите, померить вам нужно будет от плеча ребенка до, так сказать, полной длины кофточки, которая вам нужна. Теперь вам нужно обязательно высоту проймочки до плечевого шва померить, то есть вот это померить. Теперь высота полной кофточки вот так померить. Объем груди, конечно же, меряйте. Теперь, опять же, высота капюшончика меряйте. Точно так же и полочка, которая у вас будет, так сказать, я вам буду показывать здесь, может, не совсем, но я постаралась маркер взять, то есть я думаю, что вы здесь поймете. Смотрите, вам нужно, вот, допустим, я отмечу половинку, это полочка. Конечно же, вы должны будете учитывать, что полочка с запахом, то есть обязательно учитывайте запах. У вас полочка должна начинаться вот так вот и заканчиваться больше, чем на середине, то есть вот это у вас полочка. То есть, как вы понимаете, вот мы разделили напополам, полочка у вас, опять же, идет с запахом для пуговиц и петель. Опять же, определяете, сколько вам нужно петелек для пуговиц. Если же у вас 6 пуговиц, то, соответственно, 6 петелек нужно сделать на полочке. Если же 4, как у меня, то вам нужно будет 4 петельки делать. Опять же, распределяете их на высоту вашей кофточки и решаете приблизительно через сколько сантиметров у вас будут делаться петельки. Принцип вязания вы можете посмотреть, как у меня, то есть вы смотрите, так сказать, поэтапно, пошагово, как вязала я. То есть вы берете, вяжете теми спицами, теми ниточками образец для себя, высчитываете, сколько у вас в сантиметре одном петелек, и затем умножаете на, так сказать, вот эти сантиметры, которые вы, так сказать, высчитали. И, конечно же, высоту вы измеряете просто по ходу вязания. Обязательно следите, чтобы у вас спинка и полочки соответствовали по количествам рядов. Хотя бы считайте по изнаночным, то есть по вот этим, так сказать, рядочкам, которые вы видите, такие вот волнистые, зизообразные, то есть изнаночные, так сказать, ряды. По ним хотя бы у вас должно быть соответствие. После того, как вы связали образец и посмотрели, сколько у вас, я беру всегда, не сколько в одном сантиметре, а сколько в пяти сантиметрах петель. Затем делю вот это, так сказать, сколько сантиметров у меня ширина полочки должна быть, и смотрю, сколько мне нужно петелек в пяти сантиметрах набрать. Затем вот это делю на пять сантиметров и умножаю на количество, которое мне нужно набрать петель. И так, в общем, после того, как вы решили, сколько у вас, если же, опять же, повторюсь, если у вас на 2 годика, то 60 сантиметров, так сказать, объем груди вам достаточно, поэтому можете использовать количество петель, которое набрано у меня 67 петелек по спинке и 48 по полочкам. Если же, соответственно, длину тоже учитываете, то есть вы просто вяжете длиннее, и если хотите 4 пуговички, то просто немножечко ниже располагаете нижние пуговички, если же хотите 6, то там тоже располагаете пуговички на одном, так сказать, рядочке, высчитываете нужное количество петель, То есть, если у вас, к примеру, 6, то вы делаете сначала через несколько рядочков на расстоянии, там, 5 сантиметров, к примеру, 2 петельки, затем снова пропускаете расстояние, делаете 2 петельки в одном ряду и снова расстояние 2 петельки, либо 2 раза, то есть не 3 на 6 петелек, а на 4 петельки, то есть 2 ряда по 2 петельки. Теперь же, опять, учитывайте, конечно же, размер рукавчика, то есть меряете рукавчик от плечевого, так сказать, шва до длины нужной рукавчика. Конечно же, опять же, учитывайте, если у вас рукавчик с отворотиком, то вы высчитываете еще на отворотик, допустим, 3-5 сантиметров, смотря сколько вам хочется, чтобы был отворотик. Опять же, высчитывайте, сколько у вас длина рукавчика и, конечно же, сколько хотите, чтобы было сантиметров, так сказать, отворотик на рукавчике. Обязательно это тоже учитывайте. Если же у вас просто кофточка, к примеру, на мальчика 2 годика, то вы просто не вяжете косичку и немножечко продляете рукавчик. Здесь буквально вам нужно продлить на сантиметр, там, полтора, то есть меряете по своему ребеночку, насколько вам нужно сделать длиннее рукавчик. Но так как я делала с запасом, то у меня 25,5 рукавчик, это до отворотика, то есть плюс еще отворотик 3 сантиметра, который мне можно в любой момент, так сказать, отвернуть. Он у меня, конечно же, немножечко такой распушистый, потому что у меня, вот как вы видите, узорчик начинается после линии отворота. Вот, итак, теперь вы после того, как померили рукавчик, померили, сколько вам нужно отворотик, то есть 3 или 5 сантиметров, как вам удобно. Я, например, на мальчика 2-3 года, то беру всегда 4 сантиметра, это максимальный отворот, то есть высота отворота 4 сантиметра, там больше не нужно. Ну, просто для того, чтобы он не отворачивался, так сказать, не разворачивался. Вот, что еще я вам не сказала. Конечно же, учитывайте высоту карманчика, то есть если же у вас карманчик, вы хотите, чтобы был выше и шире, то, соответственно, набирайте петелек больше и высоту вяжете длиннее, так сказать. Если же вам достаточно такой небольшой карманчик, то, конечно же, набирайте по примеру 18 петелек, как я вам показывала. Опять же, если хотите шире, то набирайте, соответственно, на 2-3 петелечки шире, больше не нужно. Вот, что еще я какие нюансы не учла. Для украшения, опять же, можете посмотреть в предыдущих моих видео уроках бабочки, цветочки, в общем и так далее, брошки какие-то, ленточками. Ну, то есть это на ваше усмотрение, на ваш вкус. Какие будут вопросы, обязательно задавайте, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok